Пока участники фестиваля проводили последние подготовления к шоу, зрители вместе в группе «Технология» танцевали странные танцы. Легендарная команда стала специальным гостем Смоленского звездопада. После в ночном небе начался завораживающий танец огня и музыки. Десятки залпов наблюдали более пяти тысяч человек. Шикарно, великолепно, такого еще не видел. На день города какой фейерверк? Последние особенно понравились, эффект аватара. Шикарно, великолепно, очень красиво, впечатляюще. Очень понравился Питер и Королев. Мне понравилось все при все. Я такого никогда не видела. Выступление команд из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Королева, Симферополя и Смоленска жюри оценивало в баллах по восьми пунктам. Пиротехникам необходимо учитывать множество параметров. Время полета залпа, скорость раскрытия снаряда и его падение. В итоге в гран-при фестиваль увезли подмосковный Королев. Когда долго-долго готовишься к чему-то, идешь, это длительный путь, тяжелый путь. И ты добираешься до этой вершины, и там тебя ждет приз. Вот, это мой выигрыш. Да, мы устали, но мы сделали этот праздник. Каждый фестиваль – это уникальное сочетание цвета и музыки, образующих единый оркестр. В следующем году, по признанию организаторов, Смоленский звездопад снова подарит своим гостям незабываемое феерическое шоу от лучших пиротехнических команд страны. В дальнейшем будем пытаться в этом же направлении работать. Сейчас пройдет где-нибудь месяц-другой, мы обсудим все минусы, плюсы, примем решение. И в этом направлении все понравилось всем участникам. Потому что в этом году были компании-заводчики, и поэтому салют такой был более масштабный. Это были четыре самых крупных, ну, одни из крупных московских профессиональных пиротехников, которые напрямую завозят. Поэтому они еще соревновались между собой поиздельными, у кого там красивее заряды были. В этом направлении будем стараться работать. Анастасия Лебедь, Новости 24, Смоленск.